Ну, вроде как теперь синхронизуется. Так, запись у нас началась. Так что, я думаю, мы можем наш семинар вполне начинать. Я вижу, Вахаган у нас показал свою презентацию. У меня видно. Ну, я тоже вижу, да. Давайте так. Если вдруг что-то не так, пожалуйста, пишите в чате. Я попробую на это быстро реагировать. А так, пожалуйста. Значит, у нас на два доклада, я так понимаю, где-то порядка по... Полутора часов. Как докладчики хотят поделить время, я думаю, что это на их усмотрение. Пожалуйста, давайте начинать. Ага, пожалуйста. Ага, меня слышно? Поменьше, поменьше. Мы хотим в час. Да. Мы, на самом деле, сегодня с Владимиром Петровичем договорились, поскольку у него достаточно объемное выступление будет поделиться таким образом, что я выступлю на примерно 15-20 минут, включительно вопросы и комментарии, если таковые будут. Это презентация, про которую я сегодня... Это работа, про которую я сегодня буду рассказывать. Она находится в общем русле работ, которые мы последний год проводим в нашей группе и посвящена изучению неклассичности и различных мер неклассичности через квазивероятностные функции Вигнера, определенные надфазовыми функциями. В данном случае мы будем говорить о индикаторе Кенфа-Кожичковского для двух неэквивалентных представлений функции Вигнера кутрита. Почему речь именно идет о кутрите? Кутрит – это трехуровневая квантовая система. И, на самом деле, насколько нам понятно, кутрит – это минимальная возможная система, которая в физическом смысле какие-то неклассичности проявляет. В рамках теоремы Кохена-Спекера это минимальная система, для которой наблюдается контекстуальность. Я не совсем представляю в аудитории знакомый, что такое контекстуальность или нет, так что пару слов скажу. Контекстуальность – это явление, при котором при совместном измерении некоммутирующих физических величин, если бы теория была интерпретируема как теория скрытых переменных, она должна была бы удовлетворять эти вероятности и корреляции между измерениями, должны были удовлетворять некоторым неравенствам. Однако в квантовом случае эти неравенства нарушаются. Самым простым примером этих неравенств является именно неравенство Белла, которое достаточно известно и на слуху. Таким образом, минимальная система, для которой можно получить такого рода неравенство, это именно трехуровневая система. И с такой системой мы изучение и начинаем. Давайте сначала, чтобы было понятно и вспомнили, напомним, что такое функция Вигнера. Если у нас есть некое состояние, заданное в пространстве матриц над комплексным полем матриц N на N, то пространство состояния это множество матриц, удовлетворяющих следующим условиям, то есть условия эрмитовости, условия положительной полуопределенности и условия единичного следа. Для таких систем можно, выбрав из пространства ядер Стратановича Вейла, выбрать ядро и соорудить функцию Вигнера или функцию плотности квазивероятностей, определенную надфазовым пространством, то есть эта функция становится для нас в оперативном смысле, в смысле использования обычной функцией плотности вероятности и, соответственно, при вычислениях ничем она не отличается от обычных таких функций, однако в квантовом случае эта функция принимает отрицательные значения и существование этих отрицательных значений указывает на некоторое поведение, которое неинтерпретируемое с классической точки зрения. Индикатор Жучковского Генфека определяется следующим образом, то есть берется интеграл по модулю от функции Вигнера по всему фазовому пространству, а поскольку сам интеграл от самой функции, а не от абсолютного его значения дает единицу, а отнимается еще единица для нормировки, грубо говоря, чтобы для тех функций Вигнера, которые везде положительные или отрицательные на множестве точек мер и ноль, эта величина становилась нулем. Из структуры самой функции этого индикатора следует, что поскольку у нас dω n это элементарный объем, определенный на симпатическом многообразии соответствующем группе S1, то он является, этот элементарный объем является S1-инвариантным, а поскольку интегрирование, в свою очередь, производится по всему пространству, по всему фазовому пространству или по всему симпатическому многообразию, эта величина является унитарным инвариантом. Пойдем дальше. Теперь, каким образом мы параметризуем состояние? Состояние мы параметризуем в форме блоха, то есть матрица плотности задается через вектор блоха, и лямбда здесь являются генераторами алгебры СУН для случая n-уровневых систем. Сама, естественно, эта z является n2-1 кси, извиняюсь, является n2-1 мерным вектором, действительным вектором. В свою очередь, мы можем параметризовать ядро Остротановича веяло в следующем виде, где у нас у омега это в общем случае параметризует группу СУН всю, в свою очередь лямбда С, которые принадлежат К, это картановская подалгебра группы СУН. И нами было доказано, что для того, чтобы эта структура являлась истинным ядром Стротановича веяло, необходимо, чтобы коэффициенты этого разложения давали единицу. В свою очередь, мю это, если угодно, n2-2 сферических угла, параметризующих вот эти мю. Теперь, если параметризовать состояние через вектор Блоха, в свою очередь, ядро Стротановича веяло в этой форме, то функция Вигнера произвольного состояния задается в таком виде, где n это параметризует точки фазового пространства, а кси, как мы уже поняли, это фиксирует состояние. Теперь, как из этой структуры видно, функция Вигнера является всегда положительной, если, поскольку здесь скалярное произведение двух реальных векторов, то функция Вигнера является положительной, если выполняется условие того, что длина вектора Блоха ниже, чем некое значение. Это значение здесь записано, да, это очевидным образом видно. Теперь посмотрим, что происходит, скажем, для двухуровневой системы и каким образом себя ведет индикатор Кемфека-Жучковского. Для кубита параметризация Блоха является самой естественной, она очень хороша, поскольку чистые состояния здесь лежат всего лишь на поверхности сферы единичного радиуса. Соответственно, функция Вигнера выглядит следующим образом, соответствующими параметризациями точки на этой сфере, вернее, азимутального, широтного и долготного углов и, соответственно, точки фазового пространства. Интегрирование этого очевидная вещь, интегрирование этого дает некий вот такой результат, что если ниже значение длины вектора Блоха, то индикатор равняется нулю, то есть все состояния являются классическими, а если превышает значение 1 разделить на квадратный корень 3, то, соответственно, появляются неклассические состояния. В данном случае, как я сказал, поскольку самым лучшим вариантом представления состояния этой двухуровневой системы это параметризация Блоха и параметризация Блоха параметризует чистое состояние на поверхности этой сферы, то именно здесь та точка, в которой происходит возникновение, отрицательных значений именно совпадает с этой R-звездой, которая здесь записана. При высших размерностях уже в пространстве собственных значений матрицы плотности у нас уже нет вот этой сферы, у нас там возникает некий симплекс, и поэтому на самом деле может чуть раньше или чуть позже возникать неклассичность. Это аналитическая форма неклассичности, зависящая лишь от радиуса Блоха, то есть она не зависит от того, в каком представлении мы рассматриваем систему. Как я уже сказал, эта величина является унитарным вариантом. Теперь перейдем быстро к тому, каким образом мы параметризуем Ку-3. Соответственно, Ку-3 тоже в параметризации Блоха можно представить в следующем виде. Полуопределенность этой матрицы, то окажется, что у нас вырезается из всего возможного ряда значений Кси-3, Кси-8 всего лишь некий симплекс, соответственно, упорядочивание, дальше вырезает некую область. И у нас стратификация производится из всего пространства состояний через следующие страты. Это шестимерная страта, которая соответствует абсолютно невырожденному. Две страты, которые соответствуют однократному вырождению. Соответственно, первое и второе собственные значения равняются друг другу, или второе, или третье. Это четырехмерная у нас страта. И, соответственно, нульмерная страта, которая соответствует максимально смешанному состоянию, пропорциональному единичной матрицы это дальше проходим мы не успеем в свою очередь если рассмотреть ядро стратановича верила для кутрита то окажется что у нас мы если будем параметризовывать через это некую или угол за это как мы говорили там параметризуется поверхность единичной сферы n квадрат минус двухмерной соответственно у нас получается что пространство модулей возможных значений этого параметра z это некая арка с от нуля до пи третьих возможными значениями здесь на самом деле немного она сдвинута неважно какую из этих возможных мы выбираем как какую камеру вейла мы проще говоря выбираем соответственно можем параметризовать по параметизации или группу су-3 у которой здесь зафиксирован объем вот это его представление и попробовать посчитать это тоже не надо не успеем и попробовать посчитать индикатор кемферка жучковского для кутрита да и мы это делаем для двух не эквивалентных представлений функции вигнера это соответственно выбираем ядро фиксируем здесь а мы выбираем ядра которые являются однократно вырождены это просто для расчета удобнее и для демонстрации тоже удобно соответственно здесь я представляю результаты для случае когда за это именно равняется нулю вот некая величина получается получается у нас все классичные состояния лежат в этой области а соответственно если превышает там и заходится за этой линии у нас начинают возникать не классические состояния здесь находятся чистые состояния чистые состояния у нас вне зависимости от того какое мы ядро выберем она всегда является не классичным это отражает факт того что мы это показали и в дальнейшем планируем публиковать что это означает что для любого чистого состояния всегда можно найти такой набор проекторов используя который можно получить некую нарушающуюся некое нарушающиеся неравенство контекстуальности а соответственно те состояния для которых для для произвольного ядра у нас функция вигнера всегда положительно для них нельзя найти такой набор проекторов записаны в которых неравенство контекстуальности нарушаются и соответственно здесь находится следующий следующее ядро которое уже для которых как для которого некоторые состояния которые здесь были классическими становятся наоборот не классическими что этот факт отражает это говорит о том что если вы выбрать это фактически отражает то что здесь если вы выбирали какое-то ядро соответственно выбирали какой-то протокол измерений в этом протоколе измерений классичность а не классичность не была замечена здесь если выбрать другой протокол который как бы фиксируется ядром стратановича веева то эти неравенства нарушаются. Соответственно, я не знаю, сколько времени прошло, я успел или нет. Надеюсь, успел. Если есть вопросы, больше я бы хотел ответить на вопросы, поскольку я не знаю, за 15 минут, насколько можно всю эту тему закрыть. Спасибо. Прошло как раз ровно 14 минут, поэтому давайте перейдем к вопросам. Уважаемые коллеги, какие будут вопросы, пожалуйста, можно просто включить микрофон и задать вопросы. Можно я несколько слов скажу? Да, да, слушаю. У тебя доклады всегда на очень высоком уровне глубины понятийного, предполагающие достаточно хорошего погружения в предмет. Почти, наверное, у нас этого погружения не хватает. И мы пытаемся понять настолько, насколько сможем ухватить. Вот скажи, пожалуйста, это не по деталям доказательства и не по тем вещам, о которых ты говоришь, что вот меняется эта величина таким непрерывным образом, на таких подмногообразиях и тому подобные вещи, это количественные оценки некоторых геометрических, скажем так, областей внутри всевозможных кутритов, расположенных в общем многообразии кутритов. Скажи, пожалуйста, вот какой-то дополнительный смысл интерпретации можно ли дать тем подмножеством, которое участвует шестимерное, однократное, двукратное и тому подобные вещи. Вот что это с точки зрения предметника квантово-механическое может дать? Что можно дополнительно извлечь кроме высокой уровня алгебры и функционального анализа? Да, это хороший вопрос. Все это, как я говорил, относится, вы именно хотите знать, зачем нужен этот размерный анализ? Это самый общий вопрос, но на него хорошо ответить, если еще какие-то вот чем одни подмножества отличаются от других, каким ситуациям они соответствуют и какие свойства объекты из этих подмножеств могут демонстрировать по сравнению с элементами из других подмножеств. Я вас понял. Вырождение в данном случае, это когда я говорю о равенстве собственных значений, это всего лишь равенство собственных значений самой матрицы плотности, то есть физика это связано напрямую. Если у вас есть некоторые вырождения, соответственно в системе есть некие симметрии, и в зависимости от этих симметрий, каким образом ведет себя классичность или неклассичность. В частном случае, если у вас максимально вырожденное состояние, то это состояние, оно абсолютно классично, поскольку на ней вы не можете продемонстрировать незапутанность, неконтекстуальность, то есть все эти вещи находятся, то есть состояние само является абсолютно классичным. А если у вас есть вырождение, соответственно у вас есть некое подпространство, в проекции на которую у вас система опять становится классичной абсолютно. То есть вы можете расположить только в этом подпространстве систему, и она окажется в ней либо классичной, либо нет, как вы сказали, она ведет себя непрерывно, это функция в зависимости от того, каково у вас вырождение. То есть с физикой оно связано таким образом, каким образом связаны симметрии и классическое и неклассическое поведение. Какой вклад дают, скажем, если у вас в некотором подпространстве вашего пространства система является классичной, каким образом это влияет на полную классичность и неклассичность. наверное так могу ответить, хотя мы сейчас занимаемся именно приложением, мы ищем удобные трехуровневые системы, в которых именно можно контролировать степень вырожденности и на них смотреть связь классичности с различными физически измеримыми вещами. Например, самая простая трехуровневая система это лазер. Мы на двухуровневой системе не можем получить инверсию. А сейчас мы хотим понять, если у нас мы действительно рассматриваем трехуровневую систему, соответствует ли, к примеру, инверсия уровней неклассичности или нет? Каким образом, то есть какой популяционной активности этих уровней соответствует максимальная неклассичность? каким-то образом это попробовать связать с физикой. Но это как бы вещь, которую мы обсуждаем пока что у нас... И еще это не удалось установить. Инверсная заселенность соответствует чему? Наличие возможности инверсной заселенности. Наличие соответствует... Вы хотите сказать, соответствует ли оно неклассичному поведению? неклассичному поведению? Вроде бы, поскольку я сказал, что все чистые состояния для кутрита, это для нас тоже немного загадка, все чистые состояния кутрита являются неклассичными, все чистые абсолютно состояния, то, соответственно, даже если полностью у вас есть инверсия, или у вас полностью все находится в основном состоянии, все равно это неклассичное состояние. И в этом смысле этот индикатор, который часто в литературе используется, он с одной стороны хорош, потому что он унитарный инвариантен и базисно независим, с другой стороны он некоторые тонкости как бы сглаживает, например, мы знаем, что есть чистые состояния, которые запутаны, есть чистые состояния, которые сепарабельны, он это не чувствует, для него все равно у вас какое чистое состояние все равно неклассичность присутствует. И это отражает факт того, что хотя бы один базис найдется, в котором любое чистое состояние может показаться запутанным. Виноват. Для любого чистого состояния найдется свой соответствующий базис. Базис, да, свой соответствующий базис. Хорошо, спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам за внимание. Я это подключаю, да, уже? Может быть, еще будут вопросы? В уже время. Да. Хорошо, тогда давайте переходим к следующему докладу, Владимир Петрович. Да, да, сейчас, сейчас. Только вы, ага, Вагн отключился, а мой экран виден сейчас? Вот только непонятно ваш ли он. Ну, компактный инвалидивный маномиальный базис. Мое имя так. Видно имя мое на экране? Нет, не видно. Не видно. Видно. Заставка, не заставка, а кружочек виден, да. Кружочек ты виден, заставки не видны. Слайд. А так, его еще не виден. Его показать, я должен разделить, включить камеру или нет? Нет, 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 нужно внизу нажать на, там такой квадратик со стрелочкой возле микрофона. У меня микрофон почему-то на верху. А, квадратик вот такой со стрелочкой нажать. На его надо нажать и выбрать и показать экран. Вот, вот сейчас. Так, что-то появляется. Да, да, да. Ага, появился, да? Хорошо. Да. Сейчас я сделаю его полным. Или достаточно хорошо видно? По-моему, все и так хорошо. Ну, все, хорошо, хорошо. Ну, ладно, я всех приветствую, кто слушает доклад. Значит, это совместный доклад с Юрием Анатольевичем Блинковым, которого все знают, я так понимаю. Мы с ним этой тематикой занимаемся давно, собственно говоря, начали, когда он еще дипломником был, вот, и просто некий рубеж, да, я извиняюсь, некоторые слышали доклады в Питере, я рассказывал на конференции PSA, немножко я там чуть поменял, но, в общем, основа-то та же. Значит, о чем идет речь? Давайте так, термины, инвалютивный, компактный, маномиальный, базис, все четыре термина. да, это план, я его не буду сейчас комментировать, я буду по нему идти по содержанию работы. Давайте начнем с истории. История восходит к алгебраическому анализу уравнений в частных производных. Вот такие классики, французская школа, Рикье-Жанне, это начало прошлого века, и потом подключился, много сделал Томас, вот мы используем его имя для декомпозиции Томаса, это тоже вследствие того, что я буду говорить, связанное. Вот они вели понятие инвалютивность уровней в частных производных. Отсюда заимствовано слово инвалютивный базис. Базис я потом скажу, в каком смысле. Что такое инвалюция? Инвалюция значит извлечь все независимые алгебраические следствия независимые в алгебраическом смысле, то есть не являющие алгебраическими комбинацией других следствий из заданной системы уравнения. А следствие это новое уравнение, которое обращается, выполняется на всех решениях исходной системы уравнения. Вот эти следствия получить, если можно это сделать, это не всегда можно сделать, но если можно такое сделать, то мы окажется, мы очень многие дифференциальные свойства уравнения можем изучать чисто алгебраически, мы сделаем полноту алгебраического анализа. Эволютивная система это полное в алгебраическом смысле, то есть можно получить информацию о решениях практически любую алгебраически важную, например, размерность многообразия решений, совместность решения, потом проверку еще одно уравнение откуда это взят выполняется на всех решениях общих этой системы или не выполняется. А если выполняется на каком подможестве, то надо с ним разобраться, проанализировать, что это означает. Вот такие вот общие, где не требуется решение, но очень важно, например, построить функцию Гильберта, которая очень важная и в дифференциальном, и в разностном смысле, и в алгебраическом. И вот эти команды, они разработали общие процедуры анализа инвалидивности, причем уравнений в частных производных, но всех, но квазилинейных. Вот мы с Юрием Анатольевичем в 90-е, вот Жарков сначала, Алеша был мой аспирант, а Юра был его студент сначала, его студент. И вот я им попросил заняться, потому что выяснилось, что понятие инвалидивности или инвалидивной системы связано очень жестко с понятием базиса гребного. это была мотивация понять, разобраться, что такое. Совершенно казалось бы разные вещи, уравнение частных производных и алгебраические уравнения, разные объекты. Почему вот такая глубокая связь? Я на эту связь обратил внимание Памаре, автор книжки у нас была такая. Я к нему поехал, и он меня там очень много, он не дает говорить другим, себя слушать только заставляет. Ну, хорошо, я послушал в 92-м году, вот, и я попросил, я защищался в октябре 92-го года докторскую, я попросил вот Лешу и Юру повозиться немножко с этим, постараться на алгебраическом уровне понять что-нибудь, что там инвалидивного может быть. И они в 93-м году сделали работу, она сенсационная была, и очень удивительно, вплоть до того, что Алеша мне звонит, а Юра читал, будучи в лагеря, ой, в этом сам, службу в армии проходил, взял книгу по Морре, все свободное время читал, о как, она вообще нечитабельная, ему сильно понравилось, как механику это дело. Вот, Алеша мне в 2 часа ночи звонит, значит, один здесь слушает, говорит, у меня странные вещи, а что такое, я вот первый раз запрограммировали мы с Юрой вот этот, то, что из книги по Морре, и мы считаем быстрее, чем редюсовский пакет базиса гребнар, вычисляем, много, причем, быстрее, но я говорю, ну тогда надо заниматься этим, это что-то более глубокое, мы не ожидали этого совершенно, но, к сожалению, в 94-м году умер, умер, покончил с собой, Леша, и я взял Юру, он еще на диплом, доводить диплом, потом в аспирантуру, и вот мы с Юрой начали, я вообще не хотел алгебраическим уравнением заниматься, я вырос из дифференциальных уравнений, но здесь потребовалось мне изучать алгебру, серьезно в Андерварде на два тома проштудировать и много чего еще, вот, и тогда мы вот разработали уже с Юрой концепцию уже на другом уровне, по Морре базису, это специальный тип инвалидивных базисов, мы общую теорию инвалидивных базисов основано понятием инвалидивного деления, и это дало возможность новый алгоритм предложить, который превосходит, и сейчас даже превосходит алгоритмы по стране Байса-Грюбнера, если не использовать линейную алгебру, как делали фужер, а если использовать линейную алгебру, тогда, конечно, алгоритмы фужера выигрывают у нашей реализации, в которой нет линейной алгебры, вот, ну и так далее, вот это все часть ссылок, я просто уложить на одну прозрачку, и вот, вот, в одиннадцатом году мы с Юрой, и вот, вот то, что Жанне, вот, типичное инвалидивное деление, которое названо его именем, мы назвали в книге «Деление Жанне», так оно укрепилось, вот Юра, значит, с Алешей назвали базисы «Помаре», «Помаре» не имеет отношения к этим базисам, они просто ничего, кроме книжки, не знали, да и я не знал, на самом деле, вот то, что названо здесь «Помаре», это другой тип базисов Жанне, которые Жанне ввел в своих работах, вот, в двадцатом году, ну, они были на французском, я потом только эти работы смог достать, чтобы почитать Жанне, ну, уж закрепилось так, и так, значит, вот это вот работа, и вот, эта работа самая цитируемая из моих работ, Юриных тоже, больше всего ссылок набрала, и больше всего последовательность этого есть, есть людей, которые это сейчас развивают, итальянская школа здорово работает, французская школа, сейчас только получила работу из Франции, из Эколи Политехник, по этому поводу, ознакомлюсь, так, ну вот, ну, дальше не буду, тут просто вышли на дифференциальные уравнения, вот Томаса де Композиция основана на делении, на базисах Жанне дифференциальных, вот, здесь еще вот, вот это вот, базис, так называем, борды, граничные базисы, все это глубоко проникает, в чем дело, давайте эволютивное деление, я только идеи буду говорить, я не буду, хотя у меня много чего написано, я буду качественным образом, потому что иначе это нужно серию огромную лекции прочитать, вот, значит, о чем идет речь, вот базис гребнера возьму, у них все-таки люди наслышанные, базис гребнера, там основная операция деления многочленов с остатком, деление, слово деление, это редукция, основа на делении с остатком, вот, значит, и деление, деление чего, что значит деление, вот если возьмем два монома, монома я буду называть от произведения степеней переменных, пусть у меня будет многочлены, я только многочлены буду говорить сегодня, а ТН переменных, вот целочисленные степени у них, ненулевые, вот, и вот это монома, и мы знаем, как монома один разделить на второй, вот, а в чем тут стоит инвалидивность, это глубоко, но я просто скажу, инвалидивность состоит в том, что мы не все, вот, не все деления допускаем, не всякий моном допускаем, делимый на другой моном, хотя, алгебраически, например, если все степени второго монома не превосходят по всем переменным степеней, степени, степени вот этого монома, то, то второй моном будет делить этот моном, но мы запрещаем часть делений, мы говорим, ага, это вот в нашей работе, мы разработали вот эту теорию аксиоматический подход, взяли, разработали аксиомы, это не слабая вещь, поверьте мне, сложно аксиоматические подходы любой развивать, но мы просто вот так увидели, увидели, после экспериментов Алеши с Юрой, вот по Море, думая над этим всем прилично, вот аксиомы, значит, мы говорим, что заданное инвалидивное деление, если заданное, вот это вот, множество таких степеней образует монома, это значит, произведение принадлежит этому множеству, полугруппу на самом деле, произведение принадлежит, обратный, конечно, элемент не принадлежит, его нет, значит, произведение принадлежит, единичка принадлежит, вот, это монома, это называется полугруппа с единицей, хорошо, И вот сабмоноид, это подгруппа, подмоноид, скажем, в этом смысле подполугруппа, вот это вот этих моноидов, вот любая полугруппа или подгруппа подмоноид, который удовлетворяет вот этим условиям. Не буду сейчас говорить о них, я только скажу, что это, почему, почему оно называется делением. Потому что в итоге всех этих вот исследований, это означает, что для каждого, возьмем множество всех, конечное множество всех маномов, каких-то, конечное множество маномов. И тогда для каждого элемента из этого множества, вот это инвалидивное деление означает разбиение, разбиение переменных всех на два подможества, не пресекающихся. Одно называется мультипликативным, второе не мультипликативным. Так вот, в делении только мультипликативным. Что означает? Вот если U делит инвалидивно W, то означает, что W, это произведение U на степени переменных, на подмоноид, на какие-то, вот у нас есть часть переменных для U, на которую мы разрешаем делить. То есть, деление инвалидивное, это ограниченное обычное деление. Всякое инвалидивное деление, если один маном делит инвалидивно второе, значит, он делит в обычном смысле. Но обратное, вообще говоря, неверно. И что это дает? Например, а вот первое, вот это очень важно. Если А делит В, вот здесь, на этом языке, вот в этом языке означает В делит У. Значит, вот единственное, значит, если В делит У, а у меня тут опечатка. А нет, нет, вот это вот, правильно, правильно. Если У делит В, смотри, если какой-то, если два, у меня у какого-то элемента существует два делителя инвалидивных, тогда один обязан делить другой. Вот это важно. В обычном делении это не так. Х делит Х, У делит Х, У, а Х на У не делится. А здесь у нас вот такое условие, вот оно здесь записано. Это, если авторедукции по инвалидивному делению дел, то это означает единственность инвалидивного делителя. В каждом множестве, инвалидивно отредуцированном множестве, единственность инвалидивного делителя. И все это определяет единственность редукции. Вот здесь, это важный момент. Это транзитивность в обычном смысле, как любого деления. Это аксиомофильтрация, которая означает, что если у вас два множества даны, одно является подможеством другого, и у принадлежит вот это вы, значит, принадлежит у из этого условия. Тогда подмоноид, который для у, относительно множества у, большого будет подмножеством, чем больше мы расширяем множество мономов, чем у нас схлопывается подмоноид. Видите, здесь вот это подможество, а здесь в обратную сторону, у его местами. И что вообще это дает? Вот это вот то, что мы возьмем и умножим на все степени. Это дискретный конус, это определение. Я его потом в графике покажу вам. На картинках всегда легче объяснять, то есть легче понимать. Значит, умножиться на произведение степеней мультипликативных переменных, это называется инвалидивным конусом. А просто на степени, я потом на графике покажу, если просто на множество элементов подмоноид, это обычный конус дискретный. Это кратные мономы. Вот это множество, здесь я его показываю, это множество кратных мономов. Они образуют конус, дискретный конус. Теперь, а почему инвалидивный? Да потому что Жанне как раз ввел такой, например, он не говорил о делении. Он только разрешил делать редукции по подможеству переменных. Вот Жанне это сделал. Мы назвали в честь его это деление Жанне, которое соответствует разбиению, которое он использовал. Он базисы не строил, и тем более полиномы не рассматривал. Вернее, эти самые, коммутативную алтебру не рассматривал. Дифференциальный только случай. Так. И вот смотри, теперь базисы. Что такое базисы? Так. Значит, инвалидивное деление пусть задано. Вот задано разбиение. Мульти, а не мульти, перемена. Для каждого монома из какого-то фиксированного множества мономов. Тогда базисы это что такое? Это такое подможество. В данном случае я буду говорить даже об инвалидивных базисах полиномиальных. Тут все работает. Полиномиальных взяли упорядочение. Тогда каждый полином имеет старший моном. И тогда вот это вот... Если забыть о значке L, то это определение базиса Грёбнера. Идеал. Это что такое? Идеал в кольце. Полиномов в данном случае, будем говорить, полиномов. Это подможество идеала, которое замкнуто относительно операции сложения и операции умножения на любой элемент кольца. Сложение только подможестве, элементов подможества, а умножение на любой элемент. Это как аналкин-вариантные подгруппы в теории группы. Называется идеалом. Если у меня есть множество многочленов, у него какие-то корни, то все элементы идеала обращаются в ноль на корнях общих этих многочленов. И вот базис Грёбнера определяется так, для любого элемента идеала существует такой элемент базиса Грёбнера. Слово Г – это Грёбнер, так и осталось. Такое, что его старший элемент делит элемент идеал. Вот оно, деление. А у нас заменяется обычное деление на инвалютивное. Это определение инвалютивного базиса. Отличие. Инвалютивный базис всегда является базисом Грёбнера, но Брайс Грёбнер не всегда является инвалютивным базисом. То есть инвалютивный базис – это расширение базиса Грёбнера, которое обеспечивает выполнение определенных свойств. За счет этого расширения, во-первых, расширенный базис строится быстрее. Это интересный факт. Мы не делаем при построении вообще лишних очень операций, которые Байс и Грёбнера при построении используют. Здесь автоматически обходятся за счет разбиения переменных. Автоматом. То есть у нас, например, от критериев слабо зависит время. А Букбергер, алгоритм, например, без критериев он вообще не считает. Он даже слабые примеры не считает. На современных машинах практически. А у нас считают без всяких критерий. Хотя критерий мы ввели, это небольшая оптимизация. Вот теперь мономиальный, очень простой алгоритм, как строить позаду множество мономов, как строить его инвалютивную форму, которая выполняет вот эти условия. В данном случае будем говорить о мономах, и ЛМ уберем. Мономиальный идеал, который порождает множество мономов. То есть мы будем считать, что у нас в руках множество мономов, из этого, из моноида исходного. И инвалютивное деление. И вот мы делаем вот такое, вот делаем операции, которых только петля с 3 до 9 делает. То есть мы что делаем? Мы сначала выбираем моном, который ни на что не делится в обычном смысле, во всем множестве у. Заносим его в W. А в W заносим, мы скажем, вот это умножение. Если U умножим на переменную, которая не является мультипликативным, это называется немультипликативным продолжением. Вот мы заносим у каждого моном конечное число и таких переменных по правилам инвалютивного деления. И вот мы заносим все продолжения, его заносим в W. А потом мы делаем так. Выбираем из W элемент без делителей собственных, в обычном смысле. Потом выбираем этот элемент. Если он не лежит в инвалютивном конусе, порождаемом W, то мы его заносим в W. И опять находим переменные, немультипликативные. Опять умножаем. У нас нет исполеномов явно, как Байс и Грюб. У нас есть продолжение. Но они на самом деле соответствуют исполеномам. Немультипликативное продолжение сводится к редукции. А редукция в данном случае означает другой элемент, умноженный на какой-то мультипликативный маном. В общем, это все заменяет. Но тут важно следующее. Важно. Я главный результат хочу успеть. Важно, что делений много, бесконечно много. Огромный мир инвалютивных делений. И вопрос такой, что на практике нужно выбрать хорошее. А хорошее это приводит к как можно более компактным инвалютивным базисам. Множество маномов. Вот строим его инвалютивный базис, соответствующий идеалу монамиального. И он должен быть как можно компактным. Он будет больше элементов содержать, чем базис Гребнера. Это минимальный базис Гребнера. Но он обладает свойством геометрическим. Я покажу. Геометрия очень интересная. А инвалютивный будет больше. Но зато он легче считывать информацию о панемиальных идеалах, о решениях. Гораздо легче. За счет свойств инвалютивности. Значит, и вот-вот одно деление улучшает другое. Если для каждого вот это. L2 это называется. L2 я тут определил. Полное число. В общем, у нас хорошее деление. Это значит число немультипликативных продолжений, которые надо проверить. Редуцируются они мультипликативно по промежуточному базису или нет. Вот это число, сумма всех, множество кардинальностей для всех у. Если у нас заодно множество большое, у большое. То если мы считаем для каждого из них множество немультипликативных переменных. Вот это число таких переменных сложим по всем аном. А вот это называется инвалютивным размером. Или размером. Зависит от инвалютивного деления. И вот деление хорошее, когда этот размер меньше. Для всех, то есть берем один и тот же, для каждого множества маномов. У нас одно деление имеет, если меньше немультипликативных переменных, у этих маномов суммарно, чем второе деление. Тогда это первое лучше. И оказывается, что чем компактнее базис, тем компактность вот это вот, число элементов. А тем меньше нам нужно делать вычисления, чтобы его построить. Вот мы самые лучшие много лет. В 98-м, а мы начали в 95-м уже. Первый результат появился, припринт во Франции. Я был 7 месяцев во Франции, там публиковал припринт. Потом мы с юрой статью в журнале уже в 98-м году сделали. И вот с тех пор, до 2011 года, лучшее деление было Жене. Все используют Жене. Практически все, кто пользуется этим. И встроено оно, оно имеется. Оно сейчас, целый ряд систем, я не говорю целости, ряд систем компьютерной алгебры. Строил эти инвалидные базисы. Вот, значит, тогда вопрос теперь построить максимально компактное деление. Вот такая, насколько это можно. Деление сложно устроено, геометрия очень сложная, там, этих всех разбиений. Но построить то, которое, скажем, эвристически, в большинстве случаев, будет давать более компактный базис. Вот такая постановка задачи. Но мы, это частично решено в этой работе, которую я докладываю. Вот давайте я, как мы делаем? Вот, оказывается, можно задать, как построить большое число делений? Задать полное множество на мономах, упорядочение. Полное упорядочение на мономах. На множестве всех маноид. Значит, полное. Два любых можно сравнить по этому порядочию. Один, какой старше, какой младше. И второе, оно вот это вот упорядочение, чтобы имел, да, чтобы эволюционное деление было полезно алгоритмически, оно должно еще дополнительные свойства иметь, кроме вот удовлетворять аксиомам, чтобы его можно было алгоритмически строить. Иначе алгоритм может зацикливаться. И вот, чтобы это выполнить, вот мы под заданным вот таким странным значком я обозначил произвольное, вот мы в 11-м году с Юрой увидели, можно по каждому такому делению, которое, смотрите, можно строить инвалютивное деление по каждому упорядочению. Можно. Вот по этой формуле. Это что означает? Мы из каждого мы берем и разбиваем на пары. Все множество. Пар будет много, число сочетаний из кардинальности по два. Но неважно. Мы для каждой пары, каждой пары У и В, только у одной переменной У или В, находим одну немультипликативную переменную. Вот по этому правилу. Если У больше по этому порядочению В, тогда У нет. В не вызывает, не приводит к немультипликативным переменам по У. Это делается для того, чтобы было так. Если наименьшее общее кратное делит и У и В. Если У не делит В, тогда наименьшее общее кратное должно обязательно содержать немультипликативное продолжение У. Обязательно. Иначе, потому что, если делится на У и делится на В, то по правилам деления либо В должно делиться на У, либо У должно делиться на В. Вот чтобы исключить это дело, мы выбираем из каждой пары, кроме случаев, когда одно делит другое, мы выбираем одну переменную по этому знаку. Тут еще каждое деление определяется не просто разбиением, а еще и порядком на переменных, так сказать, пометкой переменных. Вот как одна переменная старше второй, не в этом смысле, а просто выбираем порядок переменных. Х1, Х2, Х1. Одно, одно. Можем в обратном порядке. ХН, ХН-1 до этого. И можем переставлять переменные как угодно. Это будет новое деление. То есть деление Н факториал даже при заданном, я хочу сказать, Н переменных, даже при заданном порядке, их которых бесконечно множество, это еще на самом деле заданное множество манометров, это еще Н факториал различных делений, связанных с перестановками переменных. То есть мир делений огромный. Чтобы там разобраться, много тут вот-вот, я сказал, есть Н факториал различных делений. Значит, хорошее деление приводит к компактным базисам, и их приводит при этом. То есть, когда я переставляю эти переменные, у меня не происходит взрыва, не происходит, что у меня был элемент из пяти, например, состоял, я переставил переменные, инвалютивный базис, я переставил переменные, у меня стало 500. То есть неустойчивость по отношению к перестановке тоже недостаток инвалютивного деления. Вот Саша Семенов, ученик Панкратиева, Женя, защитился на этом, на мехмате, МГУ, очень хорошо, он ушел в бизнес, все хорошие люди, на мехмате очень, почти все, к сожалению, убегают. Это все такие нулевые года начало было. Он поработал много со своим тоже Зюзиковым. И вот мы три выбрали в 11-м году, мы обнаружили этот факт, зависимость, сначала обнаружил Саша Семенов, что можно по упорядочению полному строить, но он брал только допустимые упорядочения, или их отрицательные, а мы взяли более общие упорядочения, вот эти вот квадратные, квадратные. И вот три, я возьму пример, потому что я их покажу. Вот Жане, это просто лексикография, вот для этого порядка, чистую лексикографию взять, она зависит от порядка на переменных, это Жане. Это мы доказали раньше, много раньше. Второе, если будем сравнивать сначала по полной степени, потом лексикография, называется градуированная лексикография, возьмем вот такое деление. И это вот деление, которое мы новое в 11-м году взяли, оно самое перспективное, с точки зрения компактности и объема вычислений, из этих трех, по крайней мере, значит, оно так определяется, сначала вот это, сначала берем с наименьшей степенью полной, выбираем. Вот если у нас два, сравниваем два монома, тот, который имеет меньшую полную степень, тот старший, а если они имеют одинаковую, то лексикографические, значит, это называется антигрейдет лексикографик. Вот, ну тут простой пример, я его не буду обсуждать, видите, они все разные, все деления разные, вот для каждого, вот такой набор мономов, я все это на руках делал, такой набор мономов, и вот разбиение, Жанне, мульти, не мульти, вот этот градуир лекс, мульти, не мульти, Алекс, вот этот, мульти, не мульти, а вот новое, которое я представлю сейчас, вам, улучшенное, мы нашли, вот в этой работе, мы нашли, как улучшить любое из делений вот этого рода, которые порождаются, порождаются полным упорядочением, как их улучшить, как сделать так, что они были, из заданного деления, в частности, вот такого, сделать улучшенному, вот смотрите, что мы сейчас картинки, я не показал, вот, да, значит, как базис Гребнера, вот у меня игрок, вот икс, вот у меня есть мономия двух переменных, раз, два, три, четыре, вот конус обычного базиса Гребнера, видите, все кратные этого, мономы, вот они все кратные, кратные этого, вот они зеленым сделаны, кратные этих, здесь, и вот, если взять четыре вот этих вот, кружочков обведенных, они порождают мономиальный идеал, заштрихованный весь, это базис Гребнера, но в чем он недостаток, перекрывается, из-за перекрытия возникают проблемы, вот, вот инвалидивный базис позволяет решать очень серьезные задачи в алгебраической геометрии, строить там декомпозицию хиранаки, например, декомпозицию этого риса делать, и много других, то есть, играть, я говорю, вот это обобщается не только на пыльном, и на модуле, это очень важно, а модуль основная структура в алгебраической геометрии, все базисы модулей, ну ладно, вот это базис Гребнера, а вот вы смотрите, что происходит, когда мы берем, а вот вот базис Жанне, он имеет тоже самое число элементов, но у него, вот это вот инвалидивный конус, у этого две переменные, Х и Y, вот это оранжевое, это как раз кратное вот здесь, инвалидивно кратное, здесь вот эти зелененькие кратные, вот разбитый, не пересекающий, то есть, разбиение конуса не пересекается, не пересекается, если только это инвалидивно-редуцированное, а вот Аликс, он имеет 4 тоже здесь, есть. Но у него пересекается... Не пересекается, а вкладывается. Значит, инвалютивное деление общее. Конуса не пересекаются, они либо все не пересекаются, либо один вкладывается в другой. Вот здесь вкладывается. Верхний конус вкладывается в нижний. Я могу просто вот это выбросить и взять нижний конус и будет как раз у меня разбиение все множество моноума. Это будет Alex bias из трех элементов. Alex более компактный. чем здесь мы увидим это вот теперь я я теперь даю идею идею только значит как улучшить любое деление вот это порождаемое вот порождаемое таким порядком и мы вспомним доходит мысль простая только не слов сложно доказывать все потом будет я не буду здесь доказательства приводить тем более вот эту работу мы еще не опубликовали потому что мы ее опубликуем следующем году кроме нас никто не сделает эту работу поэтому не торопимся надо просто еще и время чтобы аккуратно проверить доказательства и реализовать все на компьютере все значит мы вспомним что любой инвалидивный является редуцированным байсом гребнера вот мы используем этот факт мы по заданному вот этому полному множеству сначала мы определяем для каждого элемента маномиального множества определяем его предком называем это старшие по заданному порядку элемент который который делит у вот видите вот w возьмем все делители во множестве у все деле все маномы которые делят у и возьмем из них самый старший который по данному порядку он один поскольку полный порядок у линейный на маномах единственный порядок единственный такой и он мы его назовем предком так вот мы теперь мы теперь сделаем другое в призыв нам вот смотрите по заданного вот этого порядка построим новый порядок с учетом вот предков мы скажем что у старше в этой нашей фамилии одновременно это базис гребнера означает герблинков базис гребнера значит вот смотрите мы используем базис гребнера мы говорим у старшего если предок у старший предковые сравниваем по предкам а если предки равны то сравниваем по поэтому порядок все просто ахаса вот это это лучше взять все лучше так легко это доказать что будет улучшение легко только доказать трудно что это удовлетворяет дополнительным алгоритмическим свойствам которые нужны на практике у нас утилитарная мы хотим быстро строить инвалидивной базис ускорить процессы ускорить по сравнению с байсами жанре мы экспоненциально ускорим экспериментально сейчас я покажу и мы по этим же формулам строим только теперь вместо вот того делением и деление г.б. вот это деление и деление это самое порядок порядок другим порядком вот строим значит мы доказываем это доказательство что это не отрава это конечный базис для любого набора будет это алгоритм заканчивается вот это алгоритм не зацикливается continuous и constructive это свойство которое говорит что достаточно проверять только не мультипликативные переменные если конструктивная надо проверять редукцию и мульти и не бульти это тогда целое дело вот значит и вот каждый из этих лекс г.б. она улучшает жанре это грейдет лекс улучшает грейдет каждый из них то есть мы построили целый класс огромное количество делений которые улучшают вот деление мощного класса ним деление порождаемых порядком вот давайте мы посмотрим теперь мало того что улучшает они еще очень стабильны по отношению к перестановка вот смотрите давайте возьмем такой вот рисуночки посмотрим что это диаграммка означает вот полное число закодируем как площадь круга вот деле хорошо тут три переменных всего лишь три но мы можем представлять 3 факториал это 18 посмотрите разных 18 делений если буду переставлять перри обозначать x1 при обозначении x2 в данном в общем буду берет буду порядок и 3 и вот что это такое означает для жанре вот и вот этот сектор означает вклад в этот полное число это площадь этого круга а сектор это сколько базисов имеет 23 элемента инвалютивно сколько 14 просто они примерно видите вот 29 у нас много элементов если 32 сектор когда я переставляю меня получается например так неудачно переставил что у меня 32 получилось то есть тут лучший вариант 14 априори я не могу сказать какой это вопросы вопрос вычислений а этот еще хуже это будет всегда хуже грейдит лекс будет хуже чем жены а вот алекс лучше будет всегда будет лучше вот посмотрите у него у него есть у него уже вот здесь 29 по полу 20 вот здесь 29 посмотрите 32 примерно одинаковые а 29 имеет меньше сектор уже здесь есть 44 а здесь вместо него 35 здесь 23 этот больше но но в целом это получается я не совсем точно сказал что можно придумать маленький пример когда жанре будет давать лучше чем алекс для определенного порядка у алекса выбрать один порядок но и только на маленьких примерах и очень и очень редко это мы нашли в одиннадцатом году а если возьмем много переменных нас интересно пробиться в большое число переменных там будет алекс выигрывать вы увидите на графике а вот посмотрите как алекс же бы насколько он лучше по всем вот алекс алекс же бы самый лучший это лучший алекс два разных только по 1417 байса богат уметь элемент причем половину здесь у грейдли 29 и 32 тоже только два но зато 29 и 32 элементы не такие компактные алекс же бы это уже улучшенный жанре он улучшает то есть нижний рисуночек улучшает верхний посмотрите улучшает тут 23 здесь такие тут тут уже нет 44 нет 29 элементов внизу только есть 36 самый большой а здесь 44 сам большой 29 здесь есть но есть уже вот 14 есть и здесь но улучшает может оказать строго что это и мы строго докажем что вот это вот вот это нижняя всегда улучшает соответствующие верхние и здесь улучшает а возьмем 5 с ростом что происходит с ростом числа перри возьмем 5 вот вы смотрите возьмем 5 здесь уже совсем алексы бы максимально 14 до у алексов 16 а уже она здесь видите где встречается безе 3544 сектор число город число полученных перестановках число элементов получается 44 видите есть даже здесь таких нет то есть этого существенно компактный вот давайте посмотрим на графики теперь на графике как ведет себя здесь кардинальность то есть компактность степень компактность число элементов в инвалидном базисе вот деление их 63 обычных алекс жанре игры датлекс и три их улучшения вот видите но улучшенные всегда лежат под не улучшим всегда улучшается кардинальность но вот алексы бы посмотрите как он себя ведет вы уже визуально видите что он экспоненциально то есть то есть разница возрастает с ростом числа переменных это же число переменных растет возрастает экспоненция шире решили же алгоритмический масштаб обратить внимание здесь уже два порядка 100 раз эффект здесь всего в два раза или в три эффекта здесь сто раз то есть есть причем как мы это делали это отдельно мы вот здесь вот видите сделали мы случайно генерили юрий написал софт он любит теперь симпай на нем написал софт значит мы брали n переменных для них выбирали маномы в интервале значит от двух степени ну нелинейный до три вторых умножить на n и генерили случайно множество маномов случайно то есть это очень хорошо наобран по статистике вот так что вот видите да теперь как время счета время счета отражает вот это вот время счета она полностью скоррелирована с компактностью видите тоже экспоненциально этот желтый вот это алекс жб желтый он экспоненциально ускоряет время счета поставит по других другие похожие просто пониже над фактор постоянной а этот ускоряется экспоненциально даже по сравнению с алексом вот этим вот этот вот и желтый внизу а алексей не вот он сиди наверху то есть времена улучшается вот это хотел сказать и наконец мы увидим этом живую цифрах графики цифры я просто почти уложил сейчас закончу посмотрите n переменных вот вот средний в средней величина базис это среднем и здесь кардинальность это средняя стал его речь и время счета среднее взято среднее по данным по данным для данного n средняя средняя для данного n для данного и много разных базисов мы генерили среднее по ним вот значит здесь у нас ведь алекс 54 а жены 81 средний увеличили здесь 83 500 вот уже фактор отношения больше еще больше 46 когда n равно 8 а я на 8 больше чем 7 не меньше чем при 9 при 9 разница уже 83 и 500 и жены страны и все когда мы пойдем дальше вот уже до 14 посмотрите у нас насколько у нас уже разница уже разница значит здесь 300 а жены уже 3000 уже десятку мы набрали ой я сказал там сотня десятка десятка ребят по кардинальности десятка но и экспоненциально возрастает вот здесь у нас жены 21000 здесь двадцатка здесь здесь у меня пять и семь тысяч это уже сколько пятнадцать и здесь две тысячи пять тысяч ну примерно тоже 2 до тридцатка вот так что вот найден вариант тебе много еще работы остается это не значит что закончена надо во первых реализовать это все на полиномах проверить сравниться с байсом гребнара вычисления чего софта много здесь сделал во вторых все еще аккуратно право проделать доказательства вот мои заключения доказательства сделать в общем эволюционный байс и очень ждут пользы например наш коллега взайлер германии очень ждет они только что издали припринт большой они выступали на каске кто был на каске мог слушать кто участвовал вернее заочно они очень ждут то что они распад так называемого разрешение этих самых модулях резолюции это очень такого алгебраической геометрии очень очень трудно вычисляемые вещи они очень легко делаться с байсами инвалютивными легче чем с байсами гребнара намного и уж слишком вот эти вопросы роста базиса промежуточные рост басти рост числа операции это конечно огромная проблема здесь все-таки экспоненциальное улучшение для большого числа переменных ну вот я практически закончил спасибо за внимание готов отвечать на вопросы спасибо какие будут вопросы пожалуйста или замечания или пожелания пока люди думают может быть я возьму на себя смело задать а вот значит если применить операцию гб несколько раз нет секундочку как у нас несколько раз это почти ничего не даст то есть базис базис понимаете базис гребнара что у алекс гб то есть то есть базис гребнар не меняется он определяется идеалом базис гребнара классический а мы определяем по базису группа предкам то есть набор предков не меняться не будет если несколько раз применю если допустим возьму и опять попытаюсь под новое деление попытаюсь в этом смысле да это уже не даст эффекта потому что все определяет базис гребнара а он не меняется он прерогатива идеал его структура определяет качество и качество инвалидного деления просто мы приблизились базису гребнара насколько это можно в среднем нас оптимально можно играться с разными упорядочениями но мы знаем что алекс алекс мы игрались можно был не алекс сделать антиградуированный например не лексикография антиградуируем обратную лексикографию это ничего не дает можно мне вопрос да пожалуйста владимир петрович смотри среди аксиом все выглядело хорошо и понятно но потом появился дополнительные одно дополнительное действие а могут встречаться идеалы вложенные друг в друга да и вручную добавляется выделение 1 и это вот это 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 добавляется алекс это у любого можно сказать теорему много теорем теорема такая если у упорядочен исходная по которым устроим совместимая с умножением и допустимые допустимые это называется упорядочение который используйте в теории байсов гребнара которого единичка самый младший маном в моноиде и умножение на произвольный маном не меняет порядка на маномах вот это допустимое упорядочение любой допустимый не имеет вложенных конусов понятно а вот алекс это обратный антиградуэйт она имеет ложный колеса и мы избавляемся в алгоритмах катастроим а мы легко это отслаживаем и у нас нет они просто не нужны элементы которые которые вкладываются в известный элемент спасибо пожалуйста коллеги может быть еще вопросы я извиняюсь я просто вылетел сейчас из нашей системы но я вроде вернулся а хорошо не слышу но если нет я еще тогда пару слов скажу вопросы сгенериться не могут я думаю они будут генериться по ходу дела и может быть через неделю через месяц кто-то задаст вопрос по обязательно я открыт ему у всех у вас есть насколько я так вижу мой email или там телефон пожалуйста пожалуйста мы будем мы будем публиковать следующем году это дело обязательно обязательно но мы хотим сразу публиковать на полиномах либо на маномах ну но тем не менее сделать уже полиномы хотя бы заявить в публикации что мы что-то уже сделали для полиномов но это же это вопрос реализации здесь есть одна один подводный камень я скажу есть что скорость реализации не только зависит от этого она зависит вот то что я показал все правильно но есть еще один фактор это структуры данных мышцы хорошо кто изучал информатику знает 2 2 краеугольных камня в любом это алгоритмы структуры данных если структуры данных не соответствует алгоритму то вы тормозить будут так вот на нау нам нужны структуры данных чтобы быстро искать когда большой базис промежуточной они большие большие для большого числа переменных огромные базис если и гребнара и инвалидивные все большие вот и чтобы искать в нем 0 и вот получили мы какой-то маном нам дали вот имеется ли в данном промежуточном базе не в окончательном делитель его инвалидивные или нет оказывается вот для вот для жены есть понятие дерево жены наши статьи с юрой еще денис янович принимал участие значит вот и где деревья жены это очень подходящие структуры данных они колоссально ускоряют колоссально вот алекс не имеет структуры дерева жены то есть он будет если мы не будем использовать деревья тогда алекс будет бить всех вот как я показал мы не использовали деревья в данном случае а вот для деревьев нам нужно разработать структуры данных для алекса или для какого-нибудь подобного анти подобного антиградуированного может быть другие антиградуированные имеют древесную структуру это колоссально ускорит вот мы хотим на полиномах прежде чем заявлять полинома обязательно сделать сделать структуру данных вот есть такая проблема компактность это еще не все это необходимые но недостаточно условия того что мы хотим и какие вопросы еще будут может быть что-то появилось мне кажется что и я вопросов не вижу и поднятых рук тоже ну что спасибо председателю михаилу дмитриевичу да и всем участникам да всем слушателям спасибо будем регулярно надеюсь более регулярно чем было особенности вид исчезнет обязательно будем вас не слышно а я хочу сказать хочу желаю я говорю что я надеюсь не за горами следующий семинар будем более-менее регулярно участвовать и промежуточные результаты докладывать не только эти другие хорошо да еще через неделю я буду выступать обязательно другая другую тему по численным методам навес токса приглашаю всех хорошо ну все доброго спасибо до свидания мы будем заканчивать коллеги если есть кто-то хочет что-то сказать то можно сейчас это сделать или давайте я останавливаю запись астана если нет когда я останавливаю запись до свидания если